Сегодня мы с вами скажем несколько слов про 89-ю страницу трактата Псахим. Здесь есть несколько Мишна-Йод, связанные в основном с тем, как именно делали эту группу. Мы говорим, что в Корбен-Песах нужно заранее приготовить людей, которые будут есть вместе в одной группе. И в том числе обсуждается в Мишне на второй стороне страницы ситуация, когда кто-то пригласил в свою группу без спроса своего друга, какого-то знакомого, и теперь другие недовольны, что получается, что остальные его не приглашали, и будет меньше мяса для всех. И они могут, получается, дать порцию тому, кто был в их группе, и пусть уже он сам делится со своим другом. Логично. Если, например, пятеро человек договорились, что они вместе едят Корбен-Песах, и каждому достанется одна пятая барана, а потом один из них пригласил еще своего друга другого, так тогда пусть сам свою порцию и делит с другом. Другие не обязаны с ним делиться. И есть здесь много обсуждений насчет обычных трапез тоже. И вообще ситуаций, когда, допустим, люди договорились, что это есть вместе, можно ли теперь, когда один видит, что другой ест гораздо больше него, можно ли теперь разделиться? Говорим ли мы, что он уже принял, что они вместе уплатили, вместе едят, и не важно, что один съест больше. Или мы говорим, что он может сказать, извини, ты так быстро и много съедаешь, что давай-ка разделимся, и ты мне дашь мою порцию, и я буду есть, не торопясь то, что мне положено. Так вот заключается здесь к тому, что в действительности можно так сделать, можно человек потребовать, чтобы ему дали его порцию. И даже рассказывается интересная история о том, как мудрецы последних уже поколений, Рав Папа был такой мудрец, который делал пиво, и обычно люди, которые делают пиво и пьют много пива, у них большие очень животы. И он был, видимо, любил поесть, и много у него помещалось. И говорится, что он с другим мудрецом того поколения, Рав Хуна Бреды Рав Йошуа. Это не Стам Рав Хуна. Стам Рав Хуна – это другой мудрец, более ранний намного. А это один из более поздних мудрецов, это уже самый конец, можно сказать, одно-два поколения до запечатывания Талмуда. Так вот, Рав Папа сидел с этим Рав Хуной Бреды Рав Йошуа и быстро ел много. И Рав Хуна Бреды Рав Йошуа сказал, давай тогда разделимся, извини, я так не могу. Ты сейчас все съешь, и мне ничего не достанется достаточно. Вот, Рав Папа стал с ним спорить, они доказывали друг другу, видите, мудрецы Тора, они все доказывают прямо из Талмуда, да, сравнивают это с, даже в таких вещах, да, сравнивают это с какими-то Брайтами и так далее, Мишнами. В общем, в результате доказал ему Рав Хуна Бреды Рав Йошуа, что он имеет право получить свою порцию. Окей, они разделились, и пошел Рав Хуна Бреды Рав Йошуа, теперь он решил объединиться с Равиной, тоже мудрец, один из самых последних мудрецов Талмуда, да, последнего коленя. Видимо, Равина тоже любил поесть, так говорится, пока Рав Хуна ел один, Равина уже съедал восемь, еще быстрее, чем Рав Папа. Так на это сказал тогда Рав Хуна Бреды Рав Йошуа, сказал, лучше бы, говорит, сто папи, чем один Равина. Вот такая история. Это я считаю, что в категории своего рода юмора Талмуда, я уже говорил не раз, что не все согласны, что мудрецов Талмуда, да, много есть утверждений юмористических, но мне кажется, что кто ищет, найдет немало смешных историй, и это, мне кажется, тоже в категории, во всяком случае, развеется немножко, да, такая история. Иначе зачем приводить это, что именно сказал Рав Хуна Бреды Рав Йошуа и все эти детали. Ну, может быть, есть в этом что-то еще бывает, что они мистические вещи тоже, да, с языком, так сказать, загадок подсказывали, но мне кажется, что это простой смысл, что это просто смешная история, некий анекдот талмудический. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.